Моё письмо от моего двоюродного брата Юрия Железова. Очень, там ниже будет крымая крылатая фраза, не знаю как он это самое, так сказать, силён, я не знаю, знаю в других областях, но в садоводстве он мой один из самых верных учеников и помощников. Почему здесь я публиковал кое-что из его письма? Он пропагандирует где только может и участвует в таких вот крупных сайтах, видите? Вот он, полтора миллиона участников. И вот эти полтора миллиона дама, на мой взгляд, калечит дерево. Сильно калечит, страшно калечит. Вот он прислал мне пару фотографий, вот они, видите? Значит, это отрезается почти вертикальная ветка. Ну и, конечно, дама, которую вы увидите ниже, айком речь идет, она это всё обосновывает. Ну я могу догадаться. Снизить рост дерева, да? Мне здесь страшно, если бы снизили тура дерева, я бы хотя бы вот здесь бы отрезал бы. Ещё неизвестно, может быть, отсюда прошли бы ветки и снизили бы рост и, может быть, всё-таки бы это. А вот это страшная рана, из-за которой теперь мороз попадёт сюда, 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 сюда. И сейчас уже смотрите, видите плесень? На яблоне вот эта плесень возникает, когда её начинает мучить ещё раньше. Я интригую. Дело в том, что когда мне Юрий Железов, мой друг, написал вот эти фотографии, он мог это увидеть, а мог что-то не заметить. Давайте смотреть, так же вы поймёте. И, нет, вначале я не выдержал крылатую фразу моего ученика Юрия Железова. Кстати, привет, Юра. Я обращаюсь к автору этих советов, Ирине Кудлиной из Воронежа, то есть это она публиковала на том огромном сайте. Вот. И так она живёт в Воронеже. И напоминаю, в Воронеже была выморожена насмерть немецкая фашистская итальянская армия. Выморожена. То есть, если бы не тот мороз, может быть, и мы бы сейчас бы не разговаривали. И кто-то бы случайно из нас 11 тысяч говорил бы на немецком, а сами бы не было бы на планете. Просто бы не родились. Вот. Так вот, это Воронеж. Напомню. И вот он к ней обращается. Покажите фото, видео вашего сада, выращенное вами по вашему совету. ВК Железов свои советы по выращиванию сада подтверждают фотографиями и видеороликами своего сада. Вот одна из них справа. Видите? Вот. Значит, я не знаю, что ему ответит Ирина Куджина. Дело в том, что это мой старый прием, его перенял Юрий, я надеюсь, вы перенимаете. Всегда, когда на ваших глазах калечен деревья, обращайтесь к авторам с просьбой. Покажите сад. Ведь, смотрите, беда заключается в том, что, допустим, яблони очень устойчивы, они тоже умирают, довольно рано умирают. Груши уже хуже, сливы хуже, абрикосы вообще не выносят обрезку, хотя, наоборот, все, ну, как говорились, абрикосы нуждаются в годной обрезке. Все это туфта, вранье и подлость, и предательство. Они как раз не нуждаются в никаких обрезках. Вот. Это люди нуждаются в рекламных роликах. Но о этом поговорим позже. Вот так вот, Юра, обратил ли я тебе внимание, я надеюсь, обратил, я сейчас специально вот эту вот увеличу, смотрите. Специально. Вот. Это уже мое хобби, это я уже не могу без этого, вот, полюбовались на это, вот здесь будет страшная рана, вот здесь прессинг. И, внимание, на дальнем плане, что вы видите? Вы видите, что примерно годом раньше, уважаемая дама, взяла и отрезала ветку, которая росла вот сюда. Видно? Ничего себе, я не преувеличиваю, я не выдумываю, мне не мерещится, это рана страшная. В результате, эта ветка начала умирать, видите? Вот. Вот эта плесень, это грибок, который живет, мертвое дерево. Мертвое. А здесь, она взялась уничтожить вот эту ветку. То есть, отрезав, да еще на кольцо, можно сколько угодно рассуждать. Сам резко на кольцо, это не значит, вот тут вот, смотрите, у некоторых же здорово вот так режут, и она гораздо больше рана. Еще смертельная. Но даже такая рана, она никогда не заплывает. И у вас, я могу с вами на что угодно поспорить, на бутылку коньяку, на ящик коньяку, марчево. Там, хоть это, займу, но куплю, если проиграю. Проходит год, два, три, и вы видите страшно рано уже вот такую, а хотя бы людям скажете, что это все заплывет. Вот, не заплывет. Вот это вот, внимание, спасибо. И я, если, я бы не стал бы этого вообще рассказывать, но меня так умерило, что мой брат, и по совместительству мой ученик, привел мой довод. Вот этот вот, покажите фото, видео, покажите. А потом учите. К тому же все эти приемы, самые выносливые все-таки яблоню, а эти приемы распространяют на другие виды растений. И, друзья, если бы в нашей стране существовало настоящее садоводство, настоящая наука о садоводстве, уже бы ученые со всех экранов бы, это, твердили, 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 только выключили НТВ, ТНТ, первый канал, второй, десятый, двадцатый, сто первый канал. И там видеоученые, не режьте деревья, не режьте, особенно, и вот самые надежные яблоня оказались самыми беззащитными. Почему? Издеваются чаще всего и больше всего над ними. Раз. А во-вторых, из Сибири, а в Сибири не знаю, как попала эта страшная беда, уже не грибковое заболевание, а бактериологическое оружие самое настоящее. За эти годы уничтожены миллионы прекрасных, просветающих яблоней. Мы, наконец-то, накормили Сибирь. Накормили. И тут пришла страшная беда. Выдерживали 40-50 градусов мороза. Сейчас герана вот такая. И вдруг, когда я увидел вот это, вот, друзья, вот это, видите? А это, Кунт-Кудин, где она там живёт ещё раз? Я уже забыл. Из Воронежа, да? Вот. Это ещё грибы. Но уже этого достаточно, чтобы гробить деревья. Вот. И отучить её невозможно. Это бесполезно. Я уже убеждался. Вот. И она не уберёт свои вот эти фотографии никогда. Вот. Но просто люди должны знать. Всегда и всюду. Покажите фото. Покажите видео. Вот. Теперь. Самую страшную ошибку. Сейчас я чуть поменьше делаю. Вот так, например. Ага. Нет. Вот так. Вот так. Так. Пошире бы или поширее. Так что мне сегодня это. Не совсем везёт. Тогда ещё шире я сделаю. Вот так. Итак, перед вами прекрасная груша. Эта груша особая. Она ключевая. Несколько сотен таких фотографий сделали новое садоводство. Ну как? Я потеряю. Почему я говорю? Это продолжение разговора с той дамой. Как ее. Кудриной. Дело в том, что я не слепой. Я вижу, как растут груши. У меня получилось так, что груши. Все принято резать, да? И все. Вот она резала, да? И дерево принимает округлую форму поневоле. То есть ветки начинают лезть в большие стороны. А у меня это единственная груша. И по молодости мне пришлось много продавать резать черенков. Потому что иначе бы я просто бы не выжил. Ну просто бы не выжил. Хлеба не было бы дома. Так сложилось. Вот. И эта груша уцелела, потому что у нее не было берки. Я не знал, что это. Что? Я даже не знал, съедобно она или нет. Я уничтожил две такие в молодости, тоже лесные, как вы эти. Нарядные Ефимова. Так. Сейчас у меня молодежь подрастает. Но это сейчас. Вот. А на тот момент она уцелела. И она как погнала в рост. И вот эта форма ее, как я. Просто я беру, вижу, что. Потом я разобрался с корнями. Она привита на усырику. Я убедился, что корни голенастые уходят глубоко вниз. Почти нет боковых опетлений на уровне 20 сантиметров, 30-40. Бывает, выкапываешь. Я когда продавал саженцы, привитые на усырике, груши продавал. Прекрасно. Я выкапывал полметровую яму, потом дальше уже не мог, сил не было. Подрубал, вынимал. А это. Корень голый. Нету боковых веток. То есть они еще глубже. И вот это у меня запала память. Я представил себе, а где же эти груши живут? Нет, не так. Где их историческая родина? Дураку ясно, что если у нее стержневый корень, то значит они живут там, где очень мало дождей с неба и очень далеко вода. И вот сформировалось. Когда это было про дерево, оно разделилось. Я вам рассказывал. Я вам рассказывал. Вот получилось. Теперь, для чего она вот так растет? Для ее задачи с помощью вот этой густейшей кроны всю воду не пустить на штамп. А почему? Самое место груши. Вспоминайте. Железо об этом. Когда там, я вам еще ниже покажу. Опять яблони, запятая груша и посадка в глубокую яму. Вот. То есть не дают себя чертули. До сих пор. Их не научили. Они сами смотрят и не видят. Ну, а я вот то, что разгорел, то разгорел. Вам кажется загущенная? Но, как бы она ни была загущенная, ну, извините, 20-25 ветра, это не лучший год. Я говорю, в фотографии, где просто четко видно эти, что у меня в большинстве ветра почти вертикально. А были годы еще урожайней. Ну, куда дальше-то калечит? Вот это вот становится как-то советская, российская, это, какой-то, каким-то видом спорта, что ли. Кто больше уничтожен, называется. В общем, надеюсь, вы меня поняли. Я попытался объяснить, почему. Потому что на сайтах идет настоящая травля. Не меня, я этого не вижу, не чувствую. Меня пересказывают просто словами. Вот. Травля фамилии. Травля самой идеи. Потому что людям, они как, вот смотрите, вот такие, как эта дама, да, она не ведает, что творит. Почему? Когда калечит, в том числе и груши. И, скажи, шейка славы, основание штамба гниет. Не дай бог, как она, это, боится воды. Хейка славы. Хейкер. Продолжение следует...